Привет, ребята! Новый день, новый влог. Короче, я схожу с ума просто по полной. На самом деле, у меня, понятное дело, период гнездования, он очень такой усиленный, но, в принципе, ничего нового вам не расскажу. Мне хочется дома всё классненькое, новенькое, чистенькое, уютненькое, мягенькое, ну, короче, всё как обычно. Поэтому я, конечно, по всему дому прошлась. Так а что нам надо ещё поменять? Что нам надо ещё новенького? Скоро нам установят шкаф в коридоре, вся эта одежда переедет туда. На балконе хлам, который у нас там стоит, и вообще просто трэш полнейший, куча всего. Сейчас я вам, кстати, это всё покажу. Мы вот-вот увезём на дачу, туда, скорее всего, переедет мой туалетный столик, здесь будет мебель ребёнка, ну, короче, столько всего впереди, столько всего хочется довести до идеала. Но на самом деле просто для меня очень важно, чтобы дома было уютно, комфортно, потому что дом — это крепость. Я дома просто заряжаюсь, не знаю, отдыхаю душой и телом. Короче, я решила обновить спальные принадлежности, нашла классный бренд «Байсон». Я хочу отметить, что это российский производитель товаров для сна. Я заказала у них одеяло, две подушки, матрас. Итак, наш балкончик выглядит примерно так. Скажу честно, это моё нелюбимое место в доме, но что поделать здесь? Здесь есть зато всё, что только душе угодно и не угодно. Даже есть вот такой цветок, который срочно нужно везти на дачу и спасать. А вот то, что я вам буду показывать. Но прежде хочу вам показать вот этот матрас. Я в шоке, я такой первый раз вижу. И в ещё большем шоке от того, что этот матрас 17 сантиметров. Я не знаю, как так их скручивают, но это просто капец. Мы его сейчас раскрывать, конечно, не будем. Мы его повезём на дачу. Вот, потому что тем более как раз мы заказываем газель. Хотя он спокойно поместится в машину, но поскольку у нас столько всего, что мы планируем вывезти, также мы ещё и увезём матрас вот этот. Очень интересно посмотреть, как он будет принимать свою форму. Потому что я видела, написано, что в течение 72 часов он уже становится таким, какой он должен быть. Но после раскрытия матраса уже на нём можно спать. Короче, обалдеть. Ещё здесь такая ручка. Прям хоть в поход бери. Конечно, не сказать, что он прям лёгкий. Но, конечно, в таком виде он намного легче, чем когда вот вам бандурину прям огромную привозят. Вот. Я в шоке, девочки. Эта модель называется By Airy. И его основа это пена с фигурной резкой, которая создаёт массажный эффект. И у него полностью снимается чехол. Там молния по кругу идёт. Конечно, это безумно удобно. Снял, почистил, проветрил и одел обратно. У нас тут ещё офигенские подушки, которые мы сейчас как раз пойдём на кровати раскроем. И вот такое обалденное одеяло, которое подойдёт как на зиму, так и на лето. Ну, короче, вообще сейчас всё расскажу. В By Son я заказала себе сет из двух вот таких комплектов. Тут ещё у меня одеяло. Короче, рассказываю. Я заказала сет из двух подушек с аэробамбуком By Dream. Сет из двух латексных подушек By Nature. И заказала одеяло с хлопком By Nature. Мне безумно нравится, как всё упаковано, потому что это всё будет легко перевозить при желании. Также это вот уже готовый подарок. Вообще, на самом деле, всегда, когда думаешь, что такого подарить человеку, когда у него всё есть, на самом деле, есть такие вещи, про которые мы часто не думаем. Что можно подарить одеяло, подушку. Это реально всегда нужные вещи. То, что всегда приходится дома, на даче, не знаю, в гости приехали. Ну, короче. Тем более, что есть такие классные подушки. Вот у нас вообще все надо менять, поэтому я столько всего доказала. Снимаем упаковочку. Я когда цену увидела, я просто офигела и не поверила, потому что мне две подушки By Dream обошлись в пределах двух с половиной тысяч рублей. А латексные подушки By Nature около, там, пяти тысяч с половиной. И одеяло примерно в три тысячи рублей. Мне очень нравятся. Вот эти латексные, ну это просто что-то вот, блин, посмотрите. Она такая вот вся, короче, и гнётся, и при этом мягкая. Но не настолько, чтобы она стекала. Блин, мне, как беременной, у меня вообще... Получается, я постоянно кручусь-верчусь, и у нас такая подушка здесь дома. Ну, даже показываю. И пока я кручусь-верчусь, она тоже куда-то крутится-вертится, и в итоге я, ну, вообще не понимаю. Я на подушке лежу, у меня шея болит, всё затекает. Какая хорошая вещица, девки. Я не знаю, это странно, но знаете, какая у меня ассоциация? Как будто бы я в детстве лежу на батуте. Вот просто офигенно. А в детстве это офигенное чувство. Ну, короче, это к тому, что она прям принимает форму твоей головы, и нет ощущения, что у тебя там, не знаю, куда-то шея проваливается. То есть голова же тяжелее, и получается, что всё, ну, лежит относительно, ну, как бы ровно. Ой, Вивочка пришла. Вив, смотри, какие подушки мама заказала. Будешь на них спать? А Вива у нас тоже на подушках спит? Она у нас главный критик в доме. Нравится? Хорошие подушки. Это которые больные, что-то такие латексные. Полезные покупки для дома. Иногда ты думаешь, ой, да что тратится там, что и так нормальная подушка, или, я не знаю, утюг какой-нибудь, да, и так нормальный. Но на самом деле, когда ты себе что-то домой такое покупаешь, чем ты пользуешься, вообще я очень ценю покупки для дома и полезные такие вот вещи для дома. Вот эти подушки уже более такие привычные нам. Ну, вот это поплотнее, конечно. Ну, как сказать, поплотнее. Она уже другая, то есть она как будто бы выглядит мягче, но более взбитистая такая, как это сказать. Такая подушка тоже хорошо, комфортная, но просто я к тому, что, конечно, разница есть. Я, например, знаю, что не все такие любят, и у нас вообще в первый раз в жизни вот такие подушки дома будут. И я просто даже не знаю, ну, насколько... Ух ты! Смотрите, как здорово! Я только сейчас заметила, что у них разный принт. Это с квадратиком, а это с рисунком таким. Прикольно. У нас вот таких подушек никогда не было, и я даже не знаю вообще, каково это, спать на таких подушках. Но у нас всегда везде вот такие подушки. Хотя вот это, чем мне нравится, что она выглядит такой плотненькой, набитистой, но при этом мягенькой. То есть нету такого, знаешь, что положил голову, и ты все равно как будто бы сидишь. Очень хочется одеяло посмотреть, его я тоже не хочу никуда ни на какие дачи возить, потому что нам в доме обязательно нужно запасные одеяла. Всегда, чтобы были, потому что разное бывает. Сейчас у нас еще малыш появится. Как бы менять чаще не пришлось. Девки, я сейчас не выспалась, я сейчас просто вырублюсь нафиг. Одеяло просто блаженство. Ви, обратите свое внимание. Тут же все это раскрывается, можно посмотреть. И вот эти латексные подушки внутри похожи на какой-то, я не знаю, сыр. Что-то так забавно, все вам покажу. Гнется, мнется вот такими вот дырочками. Блин, ну это клево. Похож на кусочек сыра. Вот такие подушки, конечно, хорошо, особенно тем, кто любит, ну, на более тверденьком спать. Но все равно я бы не сказала, что они твердые. Ну, то есть, по мне так, они даже, может быть, в какой-то степени будут помягче, что ли. Просто мне понравилась их эластичность. Ну, такая прям приятненькая. Хотя, да, она, конечно, упругая. Пружинистая такая, как будто бы, знаете, но приятно пружинистая. То есть, нет ощущения, что ты лежишь на чем-то жестком. Например, на матрасе без подушки. То есть, она, ну, такая уютненькая, конечно. Клевая. Я раскрыла подушку My Dream. И она находится, оказывается, в двойном таком чехле. Я в шоке с того, что все это можно так легко раскрыть. Это так интересно. Гляньте, вы такое видали? Обычно я такое видала, только когда подушка уже просто разорвалась нафиг к ядрене тени на даче какая-то, знаете. А тут прямо это... Из-за того, что здесь есть такой клапан, который можно открыть и там наполнитель увидеть, его можно частично, например, вытащить даже, если вы хотите, чтобы подушка была более, ну, короче, такой тоненькой, да. Потому что сейчас она такая упругенькая. Ну, короче, подойдет всем. Вообще, универсальный вариант. Кто-то любит более плотненькую такую, не систию, кто-то любит более такую худощавенькую. Ну, короче, вообще офигенный вариант, такой альтернативный прям для всех. А еще я обожаю, когда вот так вот хрустит одеяло. Я прям представляю, что, не знаю, лето, летний такой денечек, солнышко светит в окошко, я сплю, никуда не встаю рано. Вот так вот укуталась этим одеяльцем. Что одеяло, что подушки подойдут людям с чувствительной кожей, с аллергиями, потому что здесь гипоаллергенные составы. Это тоже большой плюс, я считаю. Подводя итоги нашего расследования, я хочу сказать, что по моему опыту очень важно радовать себя не только там какими-то, не знаю, вкусняшками, одеждой, побрякушками, но и вещами для дома, для сна, тем более, что сон, он очень важен. Ну, короче, это полезные такие приобретения, и я хочу сказать, что я, конечно, приятно удивлена, что такие классные покупки у меня получились и за такие приятные цены. Бренд Байсон продается на всех маркетплейсах, кому интересно. Бренд Байсон продается на всех маркетплейсах, кому интересно. Также у них есть собственный онлайн-магазин. И еще приятная новость, в ближайшее время в их онлайн-магазине до 31 мая будет действовать скидка 15% для моих подписчиков по промокоду PUSHMANSPEED. Всем рекомендую заглянуть на сайт, посмотреть, у них там большой выбор всего классного, и я уверена, что мои находки будут для вас полезными. Я побежала, поскакала по своим сумасшедшим делам. Обязательно, кстати, подпишитесь на меня в Телеграм, там узнаете все самые последние свежие огненные новости из моей жизни. Короче, пошла я. Сегодня блог уже снимать дальше не буду, а вы смотрите следующий день. Привет, ребята, новый день. Сегодня 30 марта, и сегодня наш день начался очень активно, продуктивно. С 12 часов у нас уже супер важные дела воротятся, крутятся, мутятся. Не какие-то там рабочие, не какие-то там блогерские, можно сказать, такие важные, деловые, семейные, внутричковые дела. Вот, но пипец какие важные, что я аж, короче, проснулась раньше будильника, короче, боялась проспать, потому что очень-очень важно. Ну, в общем, вам это знать не надо, вас это не касается, личные дела. Но, знаете, мы со Славой сейчас едем в Подмосковье смотреть площадку. Ну, как это? Ну, да, это Подмосковье, но, получается, от нашего дома где-то 40 километров. Едем смотреть локацию, площадку, где у нас, скорее всего, будет проходить гендер-пати. У нас там будет дегустация, также там у нас будет как раз сейчас в определенное назначенное время встреча с нашими организаторами гендер-пати, с нашими декораторами. Кстати, декораторы у нас будут те же, которые были на свадьбе. Вот, но, понятное дело, у нас уже другое мероприятие, поэтому декор будет, соответственно, тоже, ну, другой. Понятно, на свадьбу это были больше цветы, какие-то такие элементы, элементы, вот. А на гендер-пати, понятно, у нас там что-то с шариками будет, всякие там, не знаю, boy or girl, или как там пишут. Либо это будет какой-нибудь там, ох, baby. Я не знаю, короче, что будет, то будет, в общем, в любом случае, это мы все будем решать, выбирать. Наверное, там в аренду что-то надо будет брать, хозе. Ну, короче, также еще будет у нас там встреча с ведущим. У нас уже был созвон, но все равно нужно приехать все посмотреть на локации, и декораторы также будут смотреть. Мы будем, короче, вместе ходить, смотреть, где мы что хотим, где у нас будет основная зона, где будет стоять вся красота, на фоне чего там мы будем узнавать пол-ребенка. Организаторы хотели предложить нам что-то такое, чего еще ни у кого не было, и вообще не видели, свет этот не видывал, ничего такого подобного. Вот. Но мы, короче, больше за то, чтобы нам именно понравилось, а не за то, чтобы сделать что-то, чего кто-то еще не делал. Вот. Так что, когда у нас будет гендер-пати, наверняка кто-то напишет, ааа, я думал, там будет, не знаю, что-нибудь, типа на луну полетят, еще на что-нибудь, но типа нет. Вот. Мы также ездили, когда у нас была свадьба, ну, перед свадьбой, понятное дело, приезжали, смотрели площадку, это нормальная практика, и там уже, получается, как это сказать, там, не знаю, менеджер, администратор, ну, как правильно сказать, вот площадки, куратор, я не знаю, нам показывали разные локации, где делают вот эту церемонию, например. Вы помните, у нас, где была свадьба, все это тоже у нас видео показывали, там есть несколько зон, где можно как бы пожениться, но мы выбрали именно вот эту зону на фоне водички, такое вот нам понравилось. Короче, мы такие дети природы, скажем так, хотя живем в мегаполисе, но нам вот эта вся история с озером, с лесом очень близка и приятная, поэтому мы опять едем в загород Подмосковья, но это не так далеко, слава богу, как та локация, где у нас проходила свадьба, поэтому нашим гостям придется ехать не так долго и не так далеко. Ну, надеюсь, что все будет удачно, ну, получается, что днем, у нас же мероприятие тоже днем будет, днем туда ехать сколько, час тридцать где-то, ну, понятно, от пробок зависит. Слава богу, еще дождя сегодня нет, потому что если бы был дождь, то, конечно, бы дольше получалось, ни хера тут, блядя, мешки стоят. Классные, только прямо на дорогу выходят, а это не классно. Да, мы на Рублевском шоссе. Круто! Рублево-Полуступенское шоссе. Прикольно, конечно. А, ну, вот Барвиха, Горки-2, Горки-8. Вау, круто, нифига, посмотри. Мы этот, самый жир. Павел Воля пел трек. Парвиха. Барвиха, самый жир. Да. Мы едем, короче, на вечеринку шампу с пеной, с девочками, с колечком. Крутяк. А я уверена, что вам тоже не один раз звонили. Вот так вот звонят, ты такой, алло, и сбрасывают. И я делаю вывод, ну, насколько я знаю, что звонят, это какие-то там компании, не знаю, фирмы, какие-нибудь козлы вонючие. Они прозванивают, чтобы узнать, у тебя вообще рабочий телефон или нет. Будем мы твой мозг выносить всякие хероборы или нет. И вот получается, что я-то отвечаю, у меня почему-то слетел, у меня раньше стоял, ну, опознаватель, типа, мошенники, не мошенники, реклама. А сейчас что-то у меня слетело, надо опять поставить, потому что меня что-то не подписывает, что опять какое-то козлиное мордовое. Может, это просто новый номер. Нет, это просто у меня слетело сто процентов, ну и новый номер, может, не знаю. Горки иногда звонят, тоже не подписывают, хотя у меня ничего не слетело. Ну вот, у меня слетело, не знаю, ну, хотя бы на какой-то процент показывала, а так мне никого не показывает. Ну, в смысле, всякие нежелательные звонки, еще что-то, абоненты, неабоненты. Короче, я Славе рассказываю, то, что вчера мне звонили, блин, с онлайн-школы английского. И меня просто выбесило то, что, да, конечно, любят из банка позвонить, рассказать, что какой-нибудь кредит одобрили, где вы ведете ИП, типа, давать лучшие условия. И вот это вот объясняю, что мне это не надо. А почему не надо? Потому, блин. Ну, короче. И мне звонят из этой школы английского, не буду называть имена, и показывать пальцами. Говорят, здравствуйте, Юлия. Юлия, я говорю, кто спрашивает? Вы оставляли заявочку на нашем, ну, школе английского языка? Оставили заявочку? Да, мы видим, что оставили заявочку. Я говорю, нет, никакую заявочку не оставляла. Ааа, не оставляли. Ну, в общем, у нас такое предложение, вы знаете, у нас можно английский изучать, абонементы, скидки. Ну, короче, типа, я уверена на 100%, они знают, что я никакую заявку не оставляла. Но, типа, с этого зашли и такие, типа, давайте, интересно. Говорят, вам вообще это интересно? Я говорю, нет. Ну, может быть, кому-то будет интересно. Может, вам кому-то есть порекомендовать. У нас сейчас там то-сё, пятое-десятое. Ну, начинают, короче, мне лапшу на уши вешать. Короче, выписываю. Мне это неинтересно. Просто неинтересно. Ааа, почему вам неинтересно? Я говорю, ну, просто неинтересно. Ну, типа, что за херня вообще? Что за вопрос? Меня это так бесит. Я не понимаю. Люди, вы ходите там, не знаю, на учёбу, где там учат, рекламировать, нормально продавать. Вот туда придите, потому что вот эти варианты, это просто бесячие. Мне, конечно, хотелось бросить дробь, сказать, не отвлекай меня, лезь всякой хернёй. Но я, понятное дело, не буду же так делать. Ну, короче, выписывалась жутко. Такой рассказ. Я вчера не могла уснуть долго. У меня всякие мысли были. То есть, пятое-десятое. И наш ребёнок, я не знаю, что он там пытался сделать в животе, но у меня было ощущение, что он пытался встать и пойти. И замерщик прислал цены на шкаф. Гладкий из эмали шкаф 103 тысячи. А рифлёный такой, как и модно тоже делают, 136, короче, что-то такое. И это ещё плюс 10% за сборку надо будет заплатить. И ещё плюс там что-то 3-4 тысячи, не помню, за то, чтобы поднять на этаж. Ну, короче, я подумала, типа, блин, во-первых, на кой чёрт нам рифлёный этот шкаф, коридор. Окей, если бы это, может, ещё спальня была. Ну, не знаю, нужен ли он там рифлёный. В общем, ну, типа, я не знаю, подумала, чем проще, может быть, тем лучше. Хотя 30 тысяч не то, что там уж, когда платишь много, всё равно. Ну, всё равно 30 тысяч на дороге валяется. Тем более, что, ну, как бы, мы же не сейчас какой-то дизайнерский ремонт. Там просто нам нужен шкаф, там, на год, я не знаю, по сути, в этой квартире. Ну, короче, в любом случае шкаф нужен. Вот, так что в итоге будем делать шкаф просто, просто шкаф. Вот, ну, а по ценам, я думаю, что это нормальные цены сейчас. Вот, ты смотри домики. Да. Хорошо. Хорошо. Ну, там тоже домики. Какие, видишь? Танхаус. Танхаус, да. Нет, вот здесь частные слева интересны, чем Танхаус. Здесь просто фирма какая-то строила. Ну, да. А вот здесь слева богачи. Ну, богачи, как сказать. Ты знаешь, как здесь земля стоит? Это-то я знаю. Ну, может, там какая-нибудь бабушка, прабабушка жила, и от неё это земля. Ну, да. Резиденция класса люкс. Боровихинский клуб. И плитка такая, отвалившись. Резиденция люкс называется. А забор какой? Вот это клёво, да? Смотри, такие деревья. Они, наверное, всегда зелёные, да? И зимой, и летом. Да нет, зимой белый. Да какие ж белые? Ой, смотри, этот хочет упасть как будто. Горки 9, горки 8, горки 9. Боровиха! Да, посмотрим, как люди живут. А в чём кайф этого направления? То, что это... Это западное направление. И в чём кайф? Самое популярное. Здесь больше зелени, меньше питьзаводов. Ааа, в этом дороговизна. Да. Чё за? Ну там чё-то не нашло слово. А тут чё? Какое-то здание. Лухари, ё-моё. Барбикха. Тут всё лухари. Ну да, тут это... Чё, не посмотришь, всё с надписью Лухари. А то не я, блин. Декор пошёл, декорчик, ребята. Посмотрите, как люди живут, богатые. И причём вообще камер нету, типа... В Подмосковье выйди, там, с другой стороны, там... Такая тропинка. Там напиханы камеры, просто каждые 5 метров тут нету камер. Я просто... Ну, потому что тут люди и так, наверное, такие налоги бешеные. Платят, что куда ещё камеры? Во, здесь классно. Тут я как-то была, между прочим. Но я тут так. А, тут, кстати, ЗАГС есть. ЗАГС. Вот там где-то. И у меня тут фотосессия как-то была. Что? С наступающим Новым Годом нифига тут люди живут. В прошлом. Круто. Вот к нам все поедут на гендер-пати. Буду думать, Вайк, вот это они устроили, конечно, рублёвки. Ё-моё. Вот это богачи. Ну, вот место, где у нас планируется мероприятие, там свадьбы делают. Мне подружка, Даша, фотограф, сказала. Я ей показывала локацию. Он говорит, это вообще классное место. Прям такое. Так что... Вот, ну, я не знаю, просто мы там не были еще вживую, поэтому, конечно, нужно ногами походить. Ребят, мы уже завернули туда, куда нам вроде как надо. Сейчас просто ради интереса даже посмотрим, что за территория такая будет у нас тут. Вероятно, это видео вышло, когда у нас уже прошел гендер-пати. Или как прошло гендер-пати. Прошел день рождения, прошло... Я не знаю пока, как этот праздник обозначать. Гендер-пати. Он, наверное, уж прошел хз. В общем... Прикольно так ехать. Конечно. Очень любопытно территорию посмотреть, да? Красиво. Давай будем в голове еще держать так, как будто бы мы еще не женаты и приехали смотреть территорию для свадьбы. Зачем-то. Ресторан Вилла Политика. Мы тут по пропуску заехали. Так, ребят, все, мы припарковались, приехали. Вон наши ребятки стоят. Это свежо. Ну, свежо. Ну, конечно, вот этот свежок меня расстраивает. Ну, ладно, сейчас будем общаться, узнавать, что-то как. Ребята, короче, организаторы предложили вот такую локацию. Получается, там у нас будет зал. Ну, мы его покажем попозже. Либо не покажем, не знаю, посмотрим. В общем, короче, заход отсюда и выход отсюда. И там есть еще заход на другую веранду. Ну, в общем, на самом деле, очень классно все получается. И получатся все гости из нашего зала, где у нас будут закуски, тусовка. Вот так вот выходят. Всегда могут идти покурить, кто курит. Вот так вот проходят. Тут у нас стоит красота. Снег, надеюсь, должен растаять. Я офигела, потому что запрос мой на зелень, чтобы не было слякоти. Даже вот все идеально. Даже не важно, какая погода. Мне даже вот так нравится. Посмотрите, как красиво. То есть представьте, что здесь какая-то декорация с шарами, с красотищей. И вот такой у нас будет фон, узнавание. И, конечно, я уже думаю, к 11 апреля, надеюсь, все растает. Скорее всего, растает. Вот. Но в целом, мне кажется, очень уютненько. Да? Классное место. Сейчас еще декораторы подъедут и нам все расскажут. Предложат варианты именно того, что будет за нашей спиной. Сейчас мы пойдем болтать дальше и с ведущим тоже обсуждать всякие активности. Следственное сблюдо у нас предоставлено слабосоленый лосось с творожным сыром. Тартар из телятины на подушечке из трюфельного мусса. Это паштет из утки и куриной печени с карамелизированным луком. И, соответственно, розбив с бакинскими томатами и строчетелой. Красота. Спасибо большое. Звучит вкусно. И необычненько. Не сомневаюсь. По напиткам. Вода, вода, чай, кофе. Что будете? Давайте морс. Чай. Я морс попробую. Мама у меня морс любит. Надо его продегустировать тоже. Так, ребята, мы уже едем домой. Уже проехали, блин, половину пути. И нам все еще показывает ехать полтора часа. Ну, потому что вечер и пробок, конечно, сильно больше. Хотя мы еще не успели в пробках постоять. Но я думаю, что они как раз-таки все впереди нас ждут. Вот. Встреча прошла замечательно. Все решили, все придумали, все продумали. Ну, остались какие-то мелкие детали, которые мы уже будем обсуждать там по переписке, по каким-то, не знаю, созвонам. Потому что это уже такие вещи, которые сейчас там не придумаешь. И мы их сейчас там решили, что будем делать такое. И нужно там что-то продумать. Например. Вот. Но в целом концепцию обсудили, кучу разных таких моментов, нюансов, что, где, как. Обсудили варианты, если будет такая погода, сякая погода, где, что у нас будет внутри, снаружи. Ну, короче. Классный у нас план, замысел. И с декораторами тоже все обсудили. Сначала я думала, что мне хочется, чтобы все было такое белое-бежевое. Но в итоге у нас будут также яркие краски, яркие тона. Вот. И, наверное, в какой-то степени даже наши декораторы опять немножко вдохновились, скажем так, на то, чтобы все-таки отходить от каких-то супер нейтральных оттенков простых, а добавлять какой-то сочности. Также у нас было, кстати, на свадьбе, я тоже думала, что, ой, надо все сделать такое пепельно-розовое, белое, бежевое, какое-то такое нейтральное. Но в итоге у нас были достаточно классные, яркие оттенки также. И там голубой, по-моему, был такой, типа, синий на фоне озера, да, это же озеро там у нас было. Очень красиво смотрелось, сочеталось, поэтому, ну, я прям довольна тем, как у нас с декораторами была проделана работа на свадьбу. И думаю, что на гендер-пате тоже получится классно. Привет, ребята, новый день, новый влог. Сегодня первое, блин, апреля, нифига себе. Погодка, конечно, плохая. Как один так? Дождь, сыро, мерзко. Я сейчас в 9 утра, 15 минут, поеду сдавать глюкозотолерантный тест без записи в оплатную клинику. И я очень надеюсь, что все пройдет как по маслу. Я специально утром позвонила в клинику, чтобы уточнить, точно ли я могу сдать сейчас, прийти своим ногами, да, и сдать этот тест. Мне сказали, что да, можно, но только у вас есть время до 10, поэтому вы должны поторопиться. Мне ехать совсем чуть-чуть до этой флатной клиники. Короче, я звонила заранее, до недели узнавала, что да, как. И мне сказали, что да, я могу приехать сдать глюкозотолерантный тест. По будням это с 8 до 10. А по выходным, вот я забыла, ну, такая, типа, блин, что хрень, когда? Ну, короче, я встала сегодня в 7.30 в надежде на то, что с 8 утра уже можно будет, как бы, быть там. Ну, понятно, я бы, может, не ровно 8 была, ну, там 8.20, допустим, с учетом того, чтобы привести себя в порядок. Ну, и все, поесть нельзя. Попить водичку я с собой взяла. Вот, потому что этот тест сдается строго натощак, ясен пень, но это херня. Просто тебе еще и ночью жрать нельзя. И вчера я, ну, отсчитала время, 8 часов, но в итоге я больше часов ничего не ела, там, 9-10, не знаю, сколько положено перед этим тестом. Вот, и получается за 9 часов, даже побольше, до этого теста сейчас я уже как не ем 9 часов. Это не страшно, в принципе, учитывая, что, грубо говоря, из этих 9 часов 8 я должна спать. Вот если по-правильному, по-хорошему. Но спала я, конечно, меньше. Ну, так, поздно легла, ну, нормально, встала вообще без проблем. Встала в 7.30, пошла такая, ну, в телефон залезла, что-то в туалет сходила. Залезла в телефон, смотрю, они только с 9 утра работают по выходным. Думаю, ну, ладно, прелестно, пойду спать. Перевела будильник на 8.30, покемарила еще маленько. И вот, я уже еду. Я вчера заказала лимон, нарезала его, убрала в холодильник, завернула как следует. Сейчас он у меня с собой в сумке на всякий. Слушай, я не знаю, ребят, блин, че знах? Все так пугают, потому что некоторые этот тест проходят просто кошмар. То есть, вообще, я чуть не померла, я разболевалась вся, мне стало плохо, в глазах потемнело, ну, то есть, прям вообще трэш. А кто-то говорит, слышь, да просто как там, типа, не знаю, сладкой воды какой-то выпил, газировки, лимонада, вообще норм, вкусно даже. Я уже нормально просидела, книгу почитала, музыку послушала. И мне очень интересно. То есть, у меня выбора нет, я должна сдать этот тест. Хотя некоторые, я знаю, там пишут, по-моему, отказ, еще что-то. Но, блин, мне кажется, что лучше сдать тест все-таки это и ваше здоровье, и ребенка тоже. И лучше перебздить, как говорится. Вот, и мне, конечно, безумно интересно, насколько этот тест действительно такой сложный, неприятный. Сейчас я приеду, у меня возьмут кровь натощак. Потом мне дадут выпить глюкозу. Прям очень какая-то сладкая будет, дрянища такая. Разрешают там что-то лимончиком закусить, выдавить сок лимона, что-то какие-то такие штучки разрешают. Поэтому я с собой взяла водичкой, там, ну, в течение пяти минут вроде ты должен выпить эту жижу. Вот, я это все с собой взяла. И через час у меня возьмут кровь, и потом еще раз у меня возьмут кровь через два часа. Ну, такой вот план. Я уже приехала, припарковалась. Пока я с вами болтала, я уже заехала. Видите, как чудно. Хотела скорее, чтобы это все уже прошло, потому что... Так, сразу... Потому что вот это ожидание вот этого теста невыносимо. Ну, реально невыносимо. Хочется уже отмучиться. Хотя, казалось бы, самое страшное, что тебе придется делать, это выпить эту воду, если она реально отвратительная, и три часа голодать. Ну, как бы, окей. Ну, то есть, я пока не голодная, слава богу. А говорят, после этой водички вообще жрать не хочется, потому что она очень сладкая. В общем, пошли проверять. Волнуюсь, капец. Так, ну что ж, я сдала кровь первым на лицевый стакан. Сейчас попробуем. Это вообще вкусно. Ну, не то, что вкусно, прям, ну как сладкий компот. Не знаю, может, воды много? Ну, тут нормальная вода, поэтому нет жести. Просто очень сладкий компот. Ну, это норм вообще. Ну, посмотрим, что будет дальше, конечно. Я, получается, уже сижу где-то 40 минут. Мне осталось еще 20. Ну, короче, я уже нормально сижу, достаточно давно. Чувствую себя хорошо, ничего не тошнит. Все норм. Под конец было не очень приятно пить эту водичку. Но в целом нормально. Не сказать, что прям жесть. Вот. То есть было просто уже такое ощущение, что уже прям неохота ее пить. Прям не клево. Но я бы не сказала, что прям плохо как-то. Я, конечно, потом своей обычной водички попила. Ну, обычную воду. Вот. И все нормально. Так. Единственное, что спать охота. Пока кушать сильно не хочется. Я думаю, что это, наверное, такое, мне кажется, самое сложное, что кушать хочется после процедуры. Все, ребята. Только что сдала кровь в третий раз. Получается, после того, как выпила глюкозу второй раз. Вот. Результаты будут завтра. Так что очень любопытно. Чувствую себя нормально. Даже не голодная. Но сейчас поеду, конечно, где нажрать. Короче, все прошло легко, непринужденно. Не так, конечно, страшно, как я себе представляла. Насколько я понимаю, этот тест не обязательно сдавать. Точнее, как сказать, он вроде как обязательный, но от него можно написать отказ. Но это все будет на вашей, скажем так, совести, на ваших плечах. У меня никогда не было проблем с сахаром. То есть, слава богу, тут-фу. У нас даже в семье, ну вот, из такого, знаешь, поколения, не знаю, какого коления, ни у кого нет сахарного диабета. Ну, чтобы вот так вот, знаете, может быть, переживать, проверить. Но беременность это дело такое. Я каждый месяц сдаю глюкозу. Я знаю, что она у меня в порядке. Но все равно, раз это ввели, вот когда моя мама рожала, там, не знаю, мама моих братьев, Юля, жена, папы тоже написала, что, типа, нифига, у меня такого не было. Короче, не знаю, когда это все дело ввели. Можно погуглить, можно поинтересоваться в интернетах, когда это все стало вот так вот, что надо сдавать. Но сдают все. Я считаю, что почему нет, лишним не будет. Понятно, что там есть какие-то противопоказания. Ну, не знаю, если есть какие-то, не знаю, может быть, хронические заболевания, в принципе. И понятно, что нежелательно там на голодный желудок выпить кучу сахара. И вообще, в принципе, все это, ну, как бы тяжело. Вот. У меня прошло все легко. Я там встретила своего врача, которому я хожу на приемы. И, ну, мы с ней так поболтали, пока я сидела. И она такая говорит, ну, что, типа, как ты там, тошнит, не тошнит. Я говорю, не, вообще, ну, прям все нормально. Я говорю, а что, типа, бывают такие, что прям плохо. Она говорит, о, разное бывает вообще. Поэтому, конечно, говорить, что это тест фигня, ну, не будем так уж, да, что, типа, ой, да это вообще легко. Ребят, сладких компот попил и просто два часа посидел. Везде по-разному. Кто-то сидит четыре часа, кто-то сдает не, там, три раза кровь, а дофига. Не знаю, зачем. Я считаю, что если вы переживаете этого теста, то лучше сходите в платную клинику, заплатите две, там, тысячи с половиной, грубо говоря. Вот я заплатила сейчас две пятьсот. За то, что я посидела комфортно, классно на диванчике, без кучи народу, там, в духе, знаете, в роддоме. Потому что я записана на 4 апреля в роддом от женской консультации бесплатно. И мне сказали, что там четыре часа проходит тест. Я не знаю, сколько раз там берут кровь, но я думаю, что не три, а больше. Ну, типа, сначала берут кровь натощак, потом выпил глюкозу, опять берут кровь, потом проходит, там, не знаю, может, 10 минут, опять берут кровь, через час берут кровь и еще через час. Ну, типа, я не знаю, на 100%, но, по-моему, там, короче, какая-то такая лабуда, типа, в духе не обязательная, хотя я могу ошибаться. Но вот у меня почему-то в голове так сложилось, что как будто бы там чего-то больше, что-то менее комфортное, более замороченное. Вот, поэтому, ну, напишите в комментариях обязательно, как у вас проходил такой глюкозотолерантный тест, как вы его проходили, как вы перенесли, было вам плохо, неплохо, как себя чувствовали потом, в принципе, весь день, потому что кто-то писал, что было весь день плохо, еще что-то, ну, как бы я вообще себя нормально чувствую, как будто бы, ну, знаете, просто, не знаю, просто вот проснулась, не выспалась я сегодня, где-то посидела, типа, все норм. Единственное, что у меня, конечно, там три раза из, ну, не одного места, но практически одного места брали кровь, поэтому я думаю, там у меня будет нормальный синяк из вены. Вот эта водичка, получается, стаканчик такой, нормально там было, ну, налито, надо было много выпить, но вот половину пьешь норм, потом уже такое, типа, потом уже немножко тяжеловато, но не сказать, что прям вот, ну, это я про свои рассказываю, вообще не как у меня было, ну, не сказать, что прям там тошнит, рвать охота, нет, просто после этого, ну, реально хочется там водичкой запить. Писала Славе, что я закончила, Слава предлагала отвезти меня, поехать со мной, я говорю, да что ты так будешь делать, вот реально? Хотя я знаю, что у всех по-разному проходят, некоторые там тяжело это все переживают, но я подумала, вот реально, типа, зачем Слава со мной сюда поедет, что он будет тут сидеть два часа? Я сидела в телефоне, там, решала свои какие-то вопросы, ответила на какие-то смски, посмотрела прикольчики, короче, вообще нормальное время, можно сказать, не заметила, как прошли эти там два часа, грубо говоря. Вот, сейчас заеду за Славой домой, он дома, и мы с ним поедем, позавтракаем в братьях Караваевых, я думаю, почему бы и нет? Вот, у меня с собой есть пачка печенюшек юбилейных с шоколадом, взяла, потому что мне Карина говорила, обязательно возьми с собой перекус, потому что, когда ты там сидишь долго, кушать хочется так, что тебя аж трясет плохо, ну, и я как бы к этому готовилась морально, не знаю, может, я вчера перед седом нормально нажралась еды, всего поела, и мандаринов, и голубцов поела, знаете, как в последний раз. Вот, я это все к чему клоню, что я пока не успела сильно проголодаться, я думаю, что еще вот эта вот сладкая вода, все-таки она тоже, ну, как бы, как-то сказать, хотя от меня вообще-то вроде как тошнит людей, но мне норма, я как будто бы ей напиталась, такой сладкой водичкой, так-то я люблю сладкую водичку, вы знаете, липтон люблю, ну, там, хотя газировки не очень люблю, но это и не была газировка, там, липтон люблю, чай с сахаром люблю, вот, но это было больше похоже вот реально на какой-то сладкий компот, вот такой домашний сладкий компот, куда там, не знаю, бабушка или мама вообще не пожалела сахара, и ты его пьешь, и вроде прикольно, но потом что-то как-то не очень, как будто водичкой надо разбавить, вот, вот что-то такое, ну, в целом норм, в целом норм, такие вот у меня ощущения, так что я поехала за Славой и кушать. Такое чудо вышло, солнышко обалденское, мы приехали братья Караваевы, перекусить, позавтракать, я все-таки съела три печеньки, которые с собой брала, ну, так, не то, чтобы я была голодна, я подумала, блин, лучше съем, кто его знает, а то, не знаю, мне еще одна подружка написала, которая не так давно родила, говорит, что везет, то, что у тебя так все плюс-минус легко прошло, потому что она говорит, что прям рвало ее весь день, и вообще было плохо, и трэш полнейший, так что... Привет, ребята, это не новый влог, я думаю, это, наверное, продолжение, я еду на косички, но я еду на обычные косички, типа две, вот, боксерские, которые я вообще изначально и хотела такие, потому что такие мне ближе как-то, чем там шесть, например, на голове, но я думала, что хочу, чтобы подольше продержалась все-таки, а чтобы подольше продержалась, это надо побольше косичек заплетать. Так, сейчас мы, главное, поворотик не просрать, я уже почти приехала, мне безумно, чем нравится ходить вот к девочкам на косички, во-первых, что они рядом с моим домом, ну, не то, что прям соседний дом, но прям недалеко совсем, вот, и то, что, ну, это довольно-таки быстро, довольно-таки быстро это все дело делается, и это клево. Всего-то час, и я буду просто красоткой как минимум на два дня. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Сделаем вид, что я этого не видела. Так, в общем, я вот такая вот нарядная. ДимаTorzok Искать одежду, ну, платье, со всеми этими показателями, конечно, дебилизм. Потому что нужно же будет переодеваться. ДимаTorzok 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 И надо мне, наверное, подключить, но Мы перестали пользоваться Apple Music. Ну, следовательно, подписка вот это все. И у нас, типа, семейная такая штука. И Слава пользуется Яндекс-музыкой. Вот, а я себе еще не скачала. И у меня на телефоне вообще никакой музыки нет, прикиньте. То есть вот я такая думаю, так, послушаю-ка я свой трек. Юля Пушман Пушка, например. Никак я его не послушаю. А еще я подумала о том, насколько было бы круто и офигенно, если бы в машине была тоже Алиса. Ну, типа, я не знаю. Ой, господи. Она у меня в навигаторе, а мне этого хватает. Но она не включает музыку, к сожалению, с навигатора. Вот как дома я сказал ее имя. Типа, ага-ага, включи вот это. И вот так было бы в машине, было бы офигенно. Просто офигенно. Встретились с подружкой, с Настей. Так что уже приехали в авиапарк. Настя будет проводить меня по классным магазинчикам. Будем искать платье. В идеале найти что-то такое, что очень хорошо и сильно тянется. Потому что... Ну, просто жалко. Типа, знаете, из-за того, что все-таки уже сейчас есть живот, и, конечно, я поправилась. Я к тому, что хочется взять одежду, которую я смогу и после, возможно, носить. Поэтому в идеале, чтобы она хорошо тянулась такая, была прям упругая. Но не так, чтобы мне было некомфортно. Понятное дело. Потому что я могу носить такие вещи упруги, но чтобы они не сдавливали именно, как, я не знаю, какой-нибудь корсет. Ну, короче, вы понимаете, о чем я говорю, чтобы ткань хорошая, плотная такая была. Вот. Так что мы сейчас погуляем. Что-нибудь вам поснимаем. Примерки тоже посмотрим. Поснимаем. Не знаю, найдем ли что-нибудь. Но в авиапарке очень много разных магазинов. Я уже вижу кучу всяких вариантов классных. Вот меряем первое платье. Такая вот девочка есть. Ну, понятно, у меня будут распущенные волосы. Это будут мои волосы. Вот, скажем так, в моих представлениях должно было быть что-то более обтягивающее по фигуре, чтобы было ясно, что как будто беременна. А так даже не скажешь, что беременна вообще, да? Ну да. Ну, это тоже неплохо, но просто как будто, знаешь, длина какая-то что-то... Ну, как будто из детского сада. Да. Ну, это я так называю почти все свои платья. Нет, просто фасончик так-то красиво, фасончик что-то не то. Оно как будто либо должно быть подлиннее, либо покороче, вот я люблю. Вот она какая. А надень каблучки. Дай мне посмотрим. Ну, я не знаю по поводу каблучков. Вообще надо бы каблучков. Ну, хотя бы на фотках ты, когда узнаешь, потом можешь снять. Только не упади. Я не вижу, у меня и живот, и платья. Давай, пока смот. Ты как эта маленькая девочка. Всем здравствуйте. Преалечается тебе косичкой. Не одевается до конца. Так, а рукава надень. Как должны быть. Ну, рукава мне вообще не нравится. Ну, так зато поизящнее силуэт. Ну, как будто мы реально с ребенка, наверное, меня сняли. Я как будто какой-то ребенок перерос. Ладно, иди надевай другое. Ножку-то вытащи, ножку-то покажи. Ой, я что-то синий ножку указала. Трусила это сама. Ну, ну. Это миленько, но все-таки это для небеременных хорошо будет. Потому что вот здесь корсетик, и он пока нормально, но не так, чтобы легко и комфортно. Вот, и плюс вот здесь есть оттопырка, потому что хочется ниже натянуть, а не через живот. И получается, что если вот так вот будет, то будет лучше. А из-за того, что здесь живот, то все есть. А, я поняла. Короче, и получается, что оно, типа... Ну, да. Это мы М-ку меряем, потому что С-ка, понятно, на ныне не застегивается. Сейчас опять в комментариях больше, типа М-ка это плохо. Нет, просто смотрим, что есть. Выбираем, что есть. Потому что я сказала, что, типа, ребят, шестолеты, у меня теперь М-ка, типа, размер. Хотя носила XS, и меня там в комментариях загасили, что, типа... Ты не так сказала, ты сказала, что это гигантские штаны. Да, но они же реально гигантские. Но они просто оверсайз даже для М-ки, типа, я поняла, о чем ты. Они уже М-Л, типа. Да, я поняла, о чем ты. Потому что я тоже такая, я вообще-то тоже М-ка. Ну, просто я там, ну, как... Не потерешься. Снимай, пойдем отсюда. Мы пришли в Барби дом. Просто супер, вообще няшность. Зашли в магазинчик. Просто, видите, такая розовенькая, классненькая. Взяла вот такие два платья, увидела. Вообще случайно зашли. Ну, как случайно, не случайно зашли. Надо было Насте сюда зайти, что-то посмотреть джинсы какие-то. И мы увидели вот такие два варианта тянущихся платьев. Это, наверное, ну, как просто прикольный вариант. Может быть, не основной. Потому что я, скорее всего, поменяю образы на вечеринке. Но это не точно. Но в любом случае, померить можно. Вот, какой вам больше нравится. Это просто прикольно, что, типа, как знаете, вечеринка же гендер-пати. Типа, мальчик, девушка розовый, голубой. Вот. Но мы не хотим такую историю. Мы хотим именно, что, ну, грубо говоря, в белом, в бежевом. И сейчас померяем. Так, ребят, вот такое вот платье. Я не знаю, нужно мне такое брать. Вообще просто, в принципе, для жизни. Но его можно потом будет носить и после родов. Потому что оно в размере S. И оно хорошо тянется. И это именно вот тот вариант ткани, скажем так, который я ищу. Для вечеринки и для беременности. В последующем будущем для жизни уже без живота. Вот. Когда малыш родится. Вообще прикольный. Мне нравится. Мне она нравится. Просто даже если я его на вечеринку не надену. Мне кажется, оно прикольным. Таким легким. Да, необычным. Мне вообще в последнее время нравится тратить деньги. Особенно на что-то милое, классное и прикольное. Я точно в нем сфоткаюсь. И подумаю по поводу купить. И потом померяю вот этот вариант. Но он как будто кажется мне не таким вау, что ли. Прям вообще вау. Даже с кроссовками будет прикольно, да? Это меня. Меня скажи. Ой, какая ляля. Как будто я говорю, как будто это перебор. Какие мы подружки, давай сделаем, чтобы был стоп-кадр. Пойдем сфоткать. Пойдем. Так, вот второе платье. Мы уже решили, что в том мне лучше. В этом бредновато. Хотя тоже, ну конечно, миленькая такая, прям карамелька. И я еще забыла дюйчик снять. Поэтому там лямочки торчат. Вот, мне обращается вниманием. Сегодня, кстати, понедельник. И сколько недель, интересно? Уже я забыла сказать вам. Ну, я подпишу сверху. Ну, все равно красотка, конечно, ничего не делаешь. Ребята, смотрите, какое платье Мирио. Только это XS. Оно такое прям свободное. Ну как, лешочек такой прикольный. Вот, оно классное. Но как будто мне хочется все равно что леску. Даже не из живота, а просто вот как будто. Даже по длине что ли. Что думаешь? Леска точно будет лучше. А так обалденная. Потом просто ремешок купишь. Если захочешь в тали, будешь в тали. Я делаю очень красиво. Вот сюда? А, вот. Да, я прям пушу этих делаю. И тогда ноги... Я просто забыла, где у меня тали. Да, да, да. Я тоже делаю выше настоящей талии. Да, ноги как будто два метра пажутся. Ну, то есть я такое же ношу. Очень удобно. Нет, оно классное. Но оно такое... Ремешочек снял и ешь, как хочешь. Ага, тут как раз для... Но его так и надо носить, как вот такой мешочек, да? Да, да, да. В боком, кстати. Но тут не живо. То есть это он... Оно само по себе еще такое, ну... Просто можно взять, чтобы просто, если не хочешь думать, что надеть и куда-нибудь пойти. Да, с колготочками, с ботиночками и пальтишкой еще оттуда. Да, да, да. Ну вот вот эти с черной листовки твои сходящие, я не знаю. Блин, ну прикольно, конечно. Ну, в общем, посмотрим. Я бы взяла такое, только вот это все засявканное. И это XS, а мне хочется все равно S. Смотрите, что заходится. Да. Не новенькая придет вообще, это прям видео. Вот это совет хороший. Так, ребят, смотрите, какой вариант умерила. Достаточно такой нелишокий. И получается, по-моему, юбка стоит 16, потом вверх тоже примерно так же. Ну, короче, суть не в этом, просто я бы взяла, но я немножко, как будто бы еще более вечерний вариант для главного наряда. И тут, получается, вверх S, а низ M. Но мне в M-ке-то комфортно, все норм. Но есть такой наряд брать, так как будто хочется его взять на будущее, когда я уже рожу. То есть, а тут оно хорошо тянется, а в S-ке я бы тоже норм себя чувствовала. Просто я к тому, что брать M-ку немножко жалко за такие деньги, учитывая, что я планирую потом как бы типа S-ка носить. Опять же таки, никому это не касается, просто всю жизнь ношу S, там XS. И сейчас как бы понятно, что я уж живот взяла, но в будущем-то живота не будет, он же не на всю жизнь со мной. Короче, так красиво, вообще бомба, секс, красотища. Аж малыш проснулся. Говорит, давай дальше, мама. Ну, я и сладкая вылечка, конечно. Сначала 30-30 платья показала, чтобы ты такая, о, нормально. Короче, мы нашли такое платье, прям как референс у меня какой-то был, но там, правда, еще вот здесь на руках что-то было. Вот, но это просто девочки. По-моему, это то, что нужно. У меня еще будут не косички, понятно, а такие, какие голливудские локоны сделаем, что-нибудь объемное, и будет вообще бомба. И стоит, сколько еще раз, 8, ну, 9. Просто это такое прикольное платье, которое потом можно будет носить, и оно подходит нам по настроению. Потому что мы сегодня просто супер героини. Сейчас пойдем отмечать. Мы нагулялись и зашли, ну, пришли на фуд-корт и решили, короче, покушать. Ну, Настя не кушает, практически всякие. Решила не поддерживать меня. Сегодня первый день, как это происходит. Просто Настя не кушает фастфуд 2 часа. Вчера я еще ела это. Но сегодня сходила на антицеллюлитный массаж, и я не хочу после этого пойти в Макдональдс. Это то, как я обычно делаю, но это так и не работает. Видите, забрала эфирное время. А я наоборот, я сначала вроде как не думала, потом Настя говорит, я что-то голодна. Это вообще ты меня с понтолыги сбила? Да, смотри, но я подожгла. Я просто попить хотела. Я проанализировала, что это даже не по бартеру, что то, что я хочу, это день мне больно. Она не проеду, если что. Короче, я хотела просто прохладительный напиток. Потом Настя говорит, я что-то покушать хочу. Я думаю, ну, и я тогда что-то хочу покушать. Возьму себе там наггетсы, не знаю, картошечку, короче. Суть и в этом. Суть и я такая ем. И мы сидим. И к тому же, тут два чела каких-то подошли. Два раза, два, по два чела подошли. Но какие-то опросники. Тут постоянно вот в этом авиапарке постоянно ходят молодежь. Всякая молодежь. Тиктокеры, я не знаю, кто что. Снимают всякие свои пранки, вопросы, социальные ролики. Угадайте это, угадайте то. Потом подошли какие-то два других парня. Я сижу и ем. Вот, типа, эти подходят. Вот, типа, девочки, вы не пошлете нас там, типа, на три буквы, если мы попросим вас угадать. Блин, мне кажется, это был Реал Мадрид. У меня теперь из головы не выходит. Не-не, это Парижская какая-то компания, где Дарья Джоцком играл. Это называется Ля-Ля. Мы там же и с кровать не будем. Да, точно, точно. Блин, да, с кровать. Как называют? Я не знаю, как это. Вот как-то будет дурь. Меня вывесило больше даже не то, что они подошли, а то, что я не сказала. Потому что это что-то популярное. Ну, типа, это не какая-то... Я с тобой называют. Короче, они подошли, показали на телефоне картинку, типа, логотип какого-то футбольного клуба. Ну и кто он? Парень Сен-Джермен. Я такое не знаю. Я тоже не знаю. Выглядит знакомо. По-другому просто должно, нет? А, ну вот я здесь напишу на эту. Да, пошли на напишу. Короче, смотри, не в этом. Просто выглядит этот логотипчик знакомый. Я такая подумала, блин, я точно знаю. Я расстроилась, что я не могу сказать. А потом я расстроилась из-за того, что они снимали, как я жру. Ну, типа, знаете, вот эти вот подошли. А, извините, вы не пошли у нас на три буквы? Я думаю, блин. Я не послала, кстати. Я сказала, ну, блин, ребят. И они сами ушли. Вот. Так что, если вдруг вы где-то в каком-то тиктанке увидите, как я жру, блин, картошку с нами. Я не могу ответить, что это за клуб футбольный. То, знаете, это был тот самый день. Блополучный. Вот. Но мы уже закончили все свои классные делишки. И поедем по домам. Кайфовать отдыхать. У меня сегодня еще глажка. Вот. Покажу вам всякие изменения классные. Потому что вчера, в воскресенье, мы такое дома наворотили. Снова какие-то там сумасшедшие дела. Перестановки, передвигания, мебели. Вот, два часа ночи. Вот. Вот. Но мы это делали тихо и аккуратно. Короче, поехали домой. Короче, Юля сейчас будет мне платье показывать. Посмотрим, посмотрим. Почему-то она захотела, чтобы я реакцию свою сняла. Хотя, мне кажется, зачем реакция, если, ну, это классное платье, красивое. Вот если бы она говорит, откуда я знаю, какое это платье. Не, ну просто, если бы оно было какое-то экстраординарное, тогда да. Ну, я сомневаюсь просто, что она, как бы, выбрала такое, прям, супер пафосное, там, какое-то, мне кажется. Ну, мы договорились просто, чтобы у нас такой был, ну, красивый, но такой, ну, не как на свадьбу, типа. Давай, я готов. Я не готов. Так у меня будет другая прическа. Ха-ха-ха. Не нравится? Прикольная. А ну-ка, развернись. У меня будет пышная прическа, чтобы, это... Ой, какая ты сочная. И туфельки. Сочный просто, просто пирожочек мой сочный. Ну что? Честно, ну, странный выбор. Почему? А почему тебе оно понравилось? Оно хорошо на тебе сидит, это да. А какое оно тогда? Ну, просто, я просто не понимаю, вот эти складки, их очень много. Так в этом ты и кайф. Зачем? У меня даже на референсе такое было, помнишь, я тебе скидывала картинку? Там было такое, так у неё ещё вот здесь на рукава шли. И я, может быть, придумаю какую-то накидку сверху подходящую. То есть, это такое... Ну, короче, мне, в принципе, платье-то нравится, как оно на тебе сидит, висит, лежит, я не знаю. А ты хотел более вечерний какой-то вариант? Ну, нет, мне просто... Меня смущают эти тысячи складок на платье. Это такой фасон, типа, сборчики. Ну, я просто не могу, как бы, это... Оценить его по достоинству, потому что я, ну, как бы, не шарю в этих... Короче, я всё-таки представлял, что оно будет, ну, более такое классическое, наверное. Потому что, ну, с пацанами чё, с пацанами проще. Я костюмчик одену красивее, да, там, рубашечка красивая одену, и всё. Просто я такое как раз искала. Единственная проблема заключается в том, что мне хочется вот эту часть... Ну, просто руки прикрыть. Не знаю, но у меня будут волосы распущенные, пышные, голливудские. Такие, ну, как локоны красивые. Мы тут каких-то брульянтов мне навешиваем. Ну, чтоб так добавить вечерности. А знаешь, вот я вот смотрю на... Именно на картинку сейчас с камеры, и выглядит прикольно. Оно должно прикольно выглядеть. Именно на картинке. То есть вот на камеру смотрю, сейчас снимаю, и кажется, прикольно выглядит. Ещё очень хорошо, что из этих сборов, которые Славе не нравятся, оно, не знаю, как будто бы силуэт, что ли, делает. Ну, я не знаю. А ну, повернись. Why? Какой S. Почему поворачивается? Вот это S. Нет, ну, это всё субъективно. Нет, конечно, гусеница уж такая, понятно. Да, похоже на гусеницу. Но просто на камере это смотрится намного интереснее, чем в жизни. Ну, как помню. Да, и в жизни это прикольно. С определённым освещением, макияжем и прической, поверь, это будет очень вау. И рядом со мной красавица в белом костюме. И я говорю, надо сюда придумать какую-то накидку. Не знаю, может быть... Ну, не то, что пиджак, хотя, Настя говорит, можно что-нибудь типа пиджака. Ну, просто, знаешь, как бы как накидка, и будет более деловой как будто бы образ. Сейчас он более такой, типа, коктейльный, такой такой... Угу, едем тусить в клуб. Ну, здорово. Не с моим бейбиком. Нашим, да. Нашим бейбиком, да. Ну, здорово. Нет, главное, чтобы тебе нравилось, потому что, мне кажется, ну, на тебе много чего хорошо сидит. Тебе главное, чтобы самой нравилось. Мне очень нравится. Субтитры сделал DimaTorzok